В числе главных московских адресов Великой Отечественной войны – площадь Белорусского вокзала. Отсюда в июньские дни 41-го года отправлялись на Западный фронт воинские эшелоны, провожаемые родными, близкими, друзьями. Именно здесь состоялась премьера выдающегося по своему воздействию произведения – песни «Священная война». Стихи, начинавшиеся с призыва «Вставай, сторона огромная» наполнены болью и яростью по отношению к врагу. Поэт Лебедев Кумач написал за одну ночь. Еще четыре часа понадобилось для того, чтобы родилась музыка. Ее автором стал композитор и военный дирижер, создатель легендарного ансамбля песни и пляски российской армии Александр Александров. Родился 13 апреля 1883 году в селе Плахино, очень бедной крестьянской семье. Совсем когда был еще маленьким, где ему было 9 лет, в село приехали родственники из Санкт-Петербурга, Залевохин Петр Семенович. Он, услышав маленького Сашу, он уже в то время пел частушки, сам сочинял, такой был очень шустрый мальчик. И ему очень понравился его голос, и он попросил родителей отправить его в Санкт-Петербург. Память земляка в селе почитают. По словам Татьяны Ивановны, здесь до сих пор живет много прямых родственников композитора. А сын Борис, преемник отца и руководитель ансамбля, приезжал и поддерживал. Ни для кого не секрет, что у Александрова фамилия это не настоящая. Но вообще-то настоящая фамилия у него Коптелов. Когда он был совсем маленьким, во-первых, он Александр Васильевич Александров. Дед тоже был Александр. Отец Василий Александров, Александрович. И поэтому, когда вот маленький мальчик бегал, там, что я спрашиваю, а чей этот мальчик? Да это вот Александра, вот как бы и деда, и отца вот связывали, и он сам Александр. И поэтому так и пошло. Когда он уехал в Санкт-Петербург, там он взял вот данный псевдоним. В 2003 году, к 120-летию Александрова, в селе открыли памятник композитору. До сих пор улица, на которой стоял дом, композитора зовется Озерки. И на месте дома есть мемориальная доска. Но доехать Даниэль на легковом автомобиле мы не сумели. Остается надеяться, что в годовщину Великой Победы к памятным местам станет проще добраться. Сохранилось и здание школы, где учился сам композитор. Сейчас здесь правление колхоза. А действующая школа, совсем новая, открыли ее в 2018 году, названа именем Александрова. И здесь, под чутким контролем учителя истории Татьяны Ивановны, хранятся вещи самого композитора, его сына, а также книги, фото и пластинки. Предметы, принадлежащие ансамблю краснознаменного имени Александрова и личные сапоги самого Александровой. Есть вещи сына Бориса, это дирижерская палочка, генеральская фуражка, ну и много различных документов. По современной оценке специалистов, священная война не только гениально написанная песня, но исключительно редкий образец военного гимна. Она предельно точно выражает цели, во имя которых должна сражаться армия, и при этом была одинаково обращена ко всем патриотам громадной страны, вне зависимости от их национальности, профессии и веры. Музыка к гимну Советского Союза и ныне звучащая как гимн России, также написана Александровым.